так доброго утра всем дорогие друзья всем хэллоу бонжур бодертов цафратама доброго ранку я приехал в как раз в израиль прилетели мы вчера в израиль так где у нас участники что-то нет участников live один появился влад косов смотрит отлично светлана карачева сейчас все собираются я сегодня вовремя последние дни опаздывал на несколько минут уже все привыкли все привыкли что я опаздывал яков шатадин смотрит написано в талмуде что воздух земли израиля умудряет так что сейчас мы проверим насколько он умудряет я здесь будут две недели наверное с божьей помощью человек не знает сколько он будет пока все собираются я расскажу очень красивую такую идею которая слышал от трава братбекера ровеса братбекер он говорил так что человек когда он что-то планирует он обычно говорит вот в израиле говорят две вариации есть когда сообщают о своих планах говорят или говорят и мрц ашем человек говорит я например там планирую планирую ехать в отпуск в июне и мрц ашем если бог захочет а второй говорит а я говорит поеду в иерусалим в июне безратошем с божьей помощью в чем разница почему иногда говорят и мрц ашем если бог захочет а иногда говорят бы изратошуем з божий помощью казалось бы ну вот не очень большая разница но смотрите в чем разница. Если человек делает вещь, которую он сам выдумывает свое желание, да, у него есть какое-то свое желание, там, куда-то поехать в отпуск, или там он думает купить какую-то вещь и так далее. Он свое желание, он говорит, я понимаю, что есть мой рацион, я хочу, а есть желание Бога, Бог хочет, да. И если, но Бог же главнее в этом мире, это же мир, Бог управляет миром, так. И поэтому человек говорит, я хочу сделать это, имрциашем, если Бог захочет, оно состоится. Если же человек выполняет митцву, заповедь, например, он говорит, завтра я пойду на шахарид, Бог сказал утром молиться, да, то есть есть шма и сраей, надо говорить и так далее. То есть если ты выполняешь задание Бога, заповедь, тогда ты говоришь бейзраташем, ты не сомневайся, захочет ли Бог или не захочет, Бог захочет. Он уже захотел, он тебе сказал это делать. То есть имрциашем, если Бог захочет, если это ваше желание, которое вы не знаете, Бог хочет или нет, и тогда вы сомневаетесь, но как бы просите Бога, вот эта фраза, если Бог захочет, это является по себе молитвой такой вот молитвой о Тирилл Катерианске, шалома Титана Бене и Арея. Значит, имрциашем, если Бог захочет, то ты как бы этим просишь Бога, что он захотел. Но если ты выполняешь заповедь, ты говоришь бейзраташем, с Божьей помощью, Бог захочет. Все. Теперь, сейчас у нас будет, я не успел подготовиться, потому что мы ночью прилетели, я не успел подготовиться к этому уроку, поэтому у нас сегодня повторение, мать учения. Как я люблю повторять? Я люблю повторять, я задумываю какой-то вопрос. То есть, у меня есть намерение, чтобы Бог мне на этот вопрос ответил. И, значит, после этого, после этого я открываю какую-то главу предыдущую из того, что мы учили, и какой-то отрывок мы повторяем из того, что мы уже учили. И так я советую сделать каждому, потому что в этом случае, как бы, может вам, лично вам Бог ответит на ваш вопрос, может не мне, а вам. Может же такое быть? Может. Все. Каждый задумывает свой вопрос. И сейчас нам будет подсказка у царя Соломона, то есть, Бог словами царя Соломона, княге Мишли, нам даст какую-то мудрость Торы, которая, возможно, соединившись с вопросом, даст ответ. Все. У всех есть вопрос? Все. Приготовились? Открываю. Открылась мне 16 глава, 32-й отрывок, и звучит это так. Поре мусар муэс навшо. Тот, кто поре... Сейчас давайте я прочту отрывок, а потом переведу и разберем. Поре мусар муэс навшо. Вешуме то хахат коне лев. Отлично. Значит, есть такое понятие у человека, как мы знаем, давайте я напомню. Есть животное тело, инстинктивное, которое он хочет... У меня, например, сейчас тело хочет кушать. Хочу кушать, не могу. Значит, есть у человека намерение, руах, дух. Это намерение. То, что он... Куда он направляет свое внимание. Сейчас у меня внимание на изучение Торы. И есть хахма, это... Это... Вернее, не так. Есть цехль, это интеллект, который заполнен какими-то знаниями, и человек все время думает, как реализовать свое намерение. Как свое намерение, как свое желание реализовать. Понятно, да? То есть, есть инстинкты, есть намерения, и есть знания. И вот человек или он свое намерение направляет по знанию, или его намерение идет по инстинкту. Вот это вот намерение. Теперь дальше. Но что сильнее у человека? Знания, которые он потом получил, или инстинкт, который у него есть с рождения. Что сильнее? Инстинкт сильнее. То есть, раз он родился, поэтому написано, что сердце человека, оно плохое, злое с рождения. Что имеется в виду плохое, злое? Оно не плохое, не зло, оно ведет его в сторону от святости. То есть, сердце человека, его вот это вот подсознание, все, оно ведет его на реализацию только животных инстинктов. И они, животные инстинкты, появились сразу с момента рождения. Потом у человека появляются какие-то знания, но если ему повезло, у него появляется Тора, которое в Торе сообщено, что Бог сказал делать. Теперь, но это же позже появилось, инстинкты, вот эти животные желания, они сильнее. И приходится все время с собой бороться. И вся жизнь, вот это вот соревнование между добрым началом и злым началом. Доброе начало, это то, что ты получил Тору. Злое начало, это то, что у тебя есть с рождения. И все время тебе нужно намерение выруливать в сторону Бога. В сторону Бога, в сторону Торы. Но, но, интересно. Значит, Бог дал нам специально в Торе, дал такую часть, которая называется мусар. Мусар, это переводят как работа над собой, над исправлением своих качеств. И оно идет от слова мусар, это леясер, страдание, и маасар, тюрьма. То есть ты как бы берешь и свое животное это садишь в тюрьму и ему говоришь, смотри, если ты будешь делать то, что ты хочешь, жрать все, что ты хочешь, там не молиться, поздно спать, плохо себя вести и так далее, то что? Тогда будет страдание. Ты как бы сам себя заранее пугаешь, чтобы по факту не было этого страдания. Понятно? Это называется мусар. Теперь в чем 32-й отрывок? Он говорит так. Пуре мусар, тот, кто сбрасывает пора, это как бы сбрасывает с себя вот этот вот мусар, систему самоконтроля, которая берет животное и ставит под контроль духовного и интеллектуального. Значит, тот, кто эту систему отрицает, мусар, муэс навшо, он на самом деле пренебрегает своей даже животной душой. Почему? А в мусаре сказано занимайся спортом, правильно питайся, вовремя там ложись спать. То есть мусар, это ты все начинаешь делать правильно. Это все мусар относится, да? И получается, тот, кто отрицает мусар, есть что хочет, не тренируется, там поздно спит и так далее, да? Он на самом деле, он вредит своему даже телу. Нефеш, это животная душа. То есть его тело начинает разрушаться. Вешуме, то хаха, тот, кто слышит, то хаха. Значит, то хаха, это увещевание. Значит, вот сейчас, например, это не мусар, это просто нам Бог сообщает через царя Соломона правильные какие-то знания. И он нам говорит, задумайтесь, задумайтесь, парни, девушки, задумайтесь, значит, что, если вы идете на поводу у животного, то у вас жизнь будет расхрыстанная такая, да? Задумайтесь, это называется то хаха. То есть еще без страданий, просто предупреждение. И тот, кто слышит предупреждение, кон-э-лев, приобретает свое сердце. То есть вот это вот сердце, подсознание, оно, бух, у человека оно такое, малоуправляемое. То есть у человека все внутри происходит, само собой. Постоянно идет, кружится мысли. Все время его отвлекают какие-то вещи, отвлекают его какие-то вещи, и он не в состоянии с собой справиться, потому что он автомат, он робот, человек реальный робот, у него внутри кружатся какие-то мысли, снаружи его все время тыкают какие-то там запросы. И это сердце человека, написано, работ, макши, вот, блеф, иш. Много замыслов в сердце человека. То есть там все время у него какая-то идет движняк, каша. Тот, кто шуме, то хаха, тот, кто слышит увещевание, то есть тот, кто со стороны принимает правильную схему, он, что, он приобретает свое сердце, делает тенианы, делает его каким, гармоничным и управляемым. Понятно, да? Очень хороший, полезный отрывок. Вот у меня был вопрос, например, на чем сосредоточиться, да? А мне говорит Бог от имени через царя Соломона, сосредоточься на изучении мусара, на управлении собой. То есть пока ты собой не управляешь, ты ни на чем не можешь сосредоточиться. Это был ответ на мой вопрос. То есть первым делом ты должен стать собранным человеком, который управляет своей животной структурой и своим подсознанием. А второе, тогда ты сможешь уже на что-то его направить, сфокусироваться. Иначе ты просто все время в расколбашек, то что называется. Понятно? Хорошо. Второй отрывок. Мы по три отрывка учим. Первый отрывок мы выучили. Надеюсь, что вам тоже какой-то вы для себя извлекли полезный урок о том, что нужно прежде всего приобрести свое сердце, стать хозяином себя, стать человеком, который управляет собой, управляет собой, который управляет собой от малого, который может рано встать, сделать зарядку, рано лечь, правильно питаться, пить воду, учиться по запланированным собой графикам и так далее. То есть, пока человек не стал управляющим собой, вся его жизнь, она ему не принадлежит. Он просто может задавать миллион раз вопрос, на чем сосредоточиться. Если он не может сосредоточиться и управлять собой, то этот вопрос не имеет смысла. Понятно, да? Хорошо. Давайте еще тогда следующий вопрос. Следующий вопрос. Давайте зададим какой-то, да? Интересно, что будет второй вопрос? Какой-то второй вопрос. Есть? Все, приготовились. Оп. Открылся такой отрывок. Лех, Эль, Нема, это шестая глава. Шестая глава, шестой отрывок, как раз интересно. ВАВ-буква, это одна из букв в имени Всевышнего. Юткей, ВАВ-кей. И вот здесь очень интересно, прямо идет такой совет, прям конкретный, каждому. Я думаю, мне подходит идеально. Шестая глава, шестой отрывок. Лех, Эль, Немала, Ацель. Иди к муравью, бездельник, ленивец. Иди к муравью, ленивец. Ре, Драхея. Посмотри пути его, Вехахам, и ты поумнеешь. Что значит иди к муравью, ленивец, Вехахам, и посмотри на его пути. Давайте посмотрим на пути муравья. Что делает муравей? Что делает муравей? Муравей, он все время работает, он все время в работе, и он все время в такой вот безостановочной деятельности организованной. Нет, я не видел ни разу муравья, чтобы сидел и размышлял о смысле жизни. То есть, муравей, он конкретно пашет, такой пахарь. Он по силе муравей, одно из самых сильных животных на земле, вы знаете? Муравей, он поднимает вес больше, чем он сам, намного. И он целыми днями с этими весами, весами с этими он ходит. Что еще мы знаем про муравья, чтобы посмотреть на его пути и у него поучиться? Значит, он все время работает. Муравьи организованные, они ходят группами, какими-то, да, то есть, они не единоличники, муравьи организованные. Что мы можем еще у муравья поучиться? Но обычно мы знаем вот эту вот басню, откуда мы теперь знаем этот басню сочинил Крылов, да, стрекоза и муравей. Значит, муравей все работал, 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 себе выстроил, да, жизнь. А стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела, а зима глядит в глаза. Все, и она пришла к муравью. Правда, в басне Крылова муравей оказался очень жестокосердечный, он стрекозу просто выгнал на улицу, и она умерла от холода. Очень такой жесткий муравей, но это Крылов придумал этого муравья, настоящий бы муравей, он бы объяснил стрекозе смысл жизни, что он бы сказал бы отрывок из Мишли, 6 глава, 6 отрывок, иди-ка к муравью оцель ленивец, посмотри его пути, как он все время работает, и умудрись от него. Работать надо, все, вот это вот был простой, понятный совет, не будь ленивцем, а будь тем муравьем. Все, будь муравьем. Работать надо, работать. Тут у меня дети сидят, слушают, вот я это им всегда говорил, работайте, дети. Надо все время без остановки, без остановки, чем утром встал, утром встал, и у него должно быть все время все уже расписано, он должен целый день работать. Отдыхать, отдыхать, никаких игр вообще, никаких игр. Все, теперь, и последний, третий, третий запрос, третий совет от царя Славона, притчи, давайте еще раз посмотрим, какой третий у кого есть запрос. Ленивец, это тот, кто сидит как ленивец. Нельзя сидеть как ленивец, человек должен даже сидеть, не как, как муравей бы сидел сейчас. все, все, третий отрывок, задумываем вопрос, третий отрывок, все, задумали вопрос, приготовились? Раз, два, три, все. 12 глава, 12 глава, 14 отрывок, 12 глава, 14 отрывок, и нам дает Бог через старя Соломона такой совет, такой совет дает. Миприпи иш из батов, от плодов рта человека насытится добром. Угмуль, ядея дам, яшувло, яшувло. Ну вообще, это вот, говорят там, карма какая-то, не карма, все, вот Мишли, 3000 лет назад написана книга царем Соломоном, который построил первый храм. Написано так, Миприпи иш, от плодов рта человека насытится добром. Угмуль, ядея, адам, и гмуль, это воздаяние рук человека вернется ему. Что посеешь, то и пожнешь. Что ты скажешь, то ты получишь. Что имеется в виду вот это вот интересно, Миприпи иш, из батов. От плодов рта человека насытится добром. Я вчера в самолете читал книжку, есть такая книжка, Харути Мураками, о чем я говорю, когда говорю о беде. И он начал эту книжку, он говорит, есть такая фраза, есть такая фраза на английском, что pain invitable, такое новое для себя было слово, pain invitable, то есть боль неизбежна. Он говорит, боль в жизни неизбежна, ну в беде, тем более, когда ты бегаешь. а страдания, suffering, да, optional, is optional. Значит, страдания опциональны. Что имеется в виду? Боль неизбежна, страдания опциональны. Есть человек, ему больно, он страдает. Есть человек, ему больно, он не страдает. Есть человек, который, ему еще не больно, он уже страдает. Еще сильнее, как тот, который, есть боль, боль, физическая боль, а есть люди, которые месяц до боли страдают и месяц после боли о ней рассказывают. Есть люди, у которых еще нет боли, они просто страдают. Такие, да? То есть все это, откуда берется страдание? Это слова, это все слова, которые человек себе говорит. Встает человек, надо тренироваться. Ой, я не могу, я устал, ой, я не могу. Я устал, это может быть правдой. Хотя тоже это вопрос большой, устал или не устал. А вот могу я или не могу, это всегда опционально. Это человек выдумывает себе и человек все время себе что-то говорит в голове. Так вот, ми припи иш из ботов. От плодов рта человека он насытится добром. Если ты будешь говорить себе добрые, правильные, вдохновляющие, спокойные, красивые, веселые вещи, то когда, конечно, ты насытишься этими вещами, то есть тебе будет очень классно. Теперь, но в реальном мире, там, где мы делаем действия, в игмулия воздаяние рук человека возвращается ему. То есть все, что ты делаешь, тебя окружает то, что ты делаешь. И результаты в жизни каждого человека это следствие его действий. Все, что есть в жизни каждого из нас, есть и будет. Это следствие тех слов, которые мы себе в голове произносим и себе в голове и другим людям. И следствие тех действий, которые мы делаем. Все это надо запомнить. 12 глава, 14 отрывок, он как раз говорит о воздаянии, конкретно о том, что о кармическом законе, как его называют какие-то люди на Востоке, что что посеешь, то и пожнешь. Закон урожая. Вот юрип, ювил соу. Что ты будешь сеять, то ты будешь, что делать, собирать. Все, друзья, поэтому давайте начнем со слов красивых, чтобы было всем шаббат шалом, чтобы было благословение, чтобы Бог вас благословил, дал здоровье, богатство, успех. И самое главное, чтобы вы помнили, страдания опциональны. То есть человек, он иногда своими словами, он себя загоняет, такие страдания, что капец. Боль неизбежна, тоже такая новость приятная, то есть ничего не поделаешь. А страдания опциональны. Все. И поэтому, чтобы было всем благословение, здоровье, меньше страданий, меньше боли, может вообще, чтобы не было ни боли, ни страданий. И чтобы было все великолепно. Удачи, успехов и шаббат шалом. Все. Напишите свои выводы. Напишите свои выводы. Я сегодня что понял? Первое. Самое главное для сосредоточенности не на чем сосредоточиться. А умеешь ли ты сосредотачиваться или нет? Поэтому сосредотачивайтесь на чем угодно. Это первый вывод. То есть идите какими-то маленькими кусками, научитесь фокусироваться и управлять своим вниманием. А тогда уже можно будет легко выбрать, на чем сфокусироваться. Потому что до этого вопрос бессмысленный, если ты не умеешь фокусироваться. Второе было. Посмотри на муравья. Работай. Много работай, как муравей. И умудришься. Работай не только над телом, но и над своим духовным развитием. И третье. Мипри-пи-иш. То есть все, что ты говоришь, это твоя жизненная картина. И все, что ты делаешь, оно тебе возвращается. Три прекрасных сегодня вывода было. Прям повторение мать учения. Прям попали в три очень полезных отрывка. Теперь, пожалуйста, их зафиксируйте для себя. Кому-то расскажите. Поделитесь. Поделитесь видео. Поделитесь своими комментариями. То есть чем больше ты держишь интеллектуально, обрабатываешь какую-то информацию, тем она сильнее проникает на твой жесткий диск, на твое подсознание, на твое сердце. Как говорил царь Соломон. И напиши их на скрижалях своего сердца слова Торы. И повяжи их на горло свое. Альгар-Гаратеха. Значит, говори их и произноси. Продолжение следует.